Добрый день, друзья! Я рад вас приветствовать на моем канале, и сегодня мы будем с вами продолжать знакомиться с Moodle. Сегодня мы поговорим об основных инструментах, которые есть в Moodle, и которые необходимы нам для формирования курса в Moodle. Инструменты курса в Moodle можно разделить на две категории. Это ресурсы курса и элементы курса. Собственно, так они и делятся в Moodle. Ресурсы курса – это то, что практически составляет содержание нашего курса. Это разного рода файлы, схемы, таблицы, объяснения, пояснения и так далее. Другая категория инструментов – это элементы курса. Элементы курса – это, можно сказать, сердце Moodle. Здесь происходит непосредственно обучение студентов и наших учащихся. Здесь преподаватели взаимодействуют со студентами, а также студенты взаимодействуют между собой. Студенты пишут и выполняют задания, реагируют на пройденный материал, пишут отзывы, проходят опросы, сдают тесты, а также могут оценивать себя и своих товарищей. Преподаватель при этом настраивает процесс обучения, направляет его и оценивает его. Об оценивании мы поговорим в другом видео, но здесь мы скажем, что в каждом элементе курса есть необходимая категория, которая позволяет задать способ оценивания того или иного задания. И она автоматически может отображаться в журнале оценок. А теперь давайте посмотрим, как это работает. Заходим на наш сайт в Moodle и попробуем вставить несколько инструментов. Здесь мы вошли в наш курс, он называется «Знакомство с Moodle». Для того, чтобы добавить инструмент курса, ресурс или элемент курса, мы должны включить режим редактирования. Переходим в правый угол, включаем режим редактирования и теперь движемся вниз. Необходимо дать название этой темы, но сейчас мы не будем это делать. Давайте добавим элемент. Для начала добавим ресурс, например, файл. Для этого кликаем на ресурс файл и кликаем «Добавить». Даем название файла. Здесь мы добавляем в этой графе, что необходимо сделать с этим файлом. Например, пожалуйста, ознакомьтесь с содержанием файла. И мы ставим птичку, чтобы описание было отображено. Далее мы добавляем сюда файл с нашего десктопа или с места, где у нас это находится. Допустим, вот таким образом. Просто перетаскиваем. Добавили файл. Смотрим, какой будет внешний вид. Автоматический способ отображения. Да, пусть будет автоматический. Или принудительное скачивание можно сделать. Или во всплывающем окне. Давайте попробуем во всплывающем окне. Теперь смотрим на общие настройки модуля. Отображать на странице курса. Смотрим ограничения доступа. Мы не будем пока добавлять ограничения, хотя иногда это бывает удобно. Просматриваем выполнение элемента курса. Например, студенты могут вручную отмечать курс как выполненный. Можно также здесь добавить дату, до которого времени этот элемент курса должен быть пройден. И так далее. Сохранить и вернуться к курсу. Итак, мы видим, что наш файл здесь добавлен. Давайте посмотрим, как он будет отображаться. Отображается он вот таким образом. Он скачивается на наш компьютер. Таким образом мы можем найти этот файл в загрузках на нашем компьютере и посмотреть его. Давайте теперь с вами добавим элемент ресурса, такой как, к примеру, презентация. Это также будет файл у нас. Мы его добавляем. Здесь делаем описание, делаем отображение и также с экрана, где мы приготовили файл, берем и просто перетаскиваем эту презентацию. Максимальный размер файла у нас указан здесь, поэтому надо стараться, чтобы файлы были не очень большие. Чтобы сохранять место на вашем облаке. Все настраиваем и кликаем сохранить и вернуться к курсу. Давайте теперь попробуем добавить какой-то файл в формате PDF. Такого рода файл будет отображаться уже на странице курса. Давайте просто назовем его файл. Находим файл PDF. Видите, у меня уже практически заполнено пространство на моем бесплатном ресурсе облако Moodle. И я добавляю, например, файл PDF сюда. Вот он добавился. Сохранить и вернуться к курсу. Вот мой файл PDF. Давайте посмотрим, как он будет открываться. Вот он открывается таким образом. И студенты его могут прямо читать в Moodle. И теперь давайте попробуем разместить какой-нибудь элемент курса, который внесет некоторую интерактивность в нашей работе со студентами. Сначала мы можем разместить задания для студентов. Это такой элемент курса, который позволит студенту загрузить файл с выполненным заданием. Делаем описание здесь краткое. Поясняем для студента, что ему необходимо сделать. Конечно, мы можем довольно-таки подробное описание сделать, чтобы было все понятно. Описать каждый шаг выполнения задания и так далее. Но и разместить дополнительные файлы, если они нужны для того, чтобы студент выполнил это задание и смог ими воспользоваться. Делаем, проверяем обязательно даты, даты нашего курса или просто выключаем их, если даты для нас не имеют значения в данном случае. Также проверяем отзыв, настраиваем, настраиваем параметры ответа, требовать нажатия кнопки и так далее. Здесь очень все просто. Это можно все прочитать. И также настраиваем оценку. Оценка у нас будет балл и максимальная оценка 100 баллов. И теперь проверяем опять-таки и выполнение курса. Мы можем это настроить и ограничение доступа и общие настройки модуля. Сохранить и вернуться к курсу. Теперь, когда мы добавили с вами элемент курса, студент может его просмотреть и сдать задание. А мы, как преподаватели, можем увидеть процесс выполнения заданий студентами. Вот здесь, когда также войдем в этот элемент курса. «Посмотреть ответы» и также «Оценить». Вот здесь есть такая клавиша, как «Оценка». Кликнув на нее, мы делаем оценку и можем сделать просмотр всех ответов. Теперь мы возвращаемся в тему 2. И здесь я хочу сказать еще о том, что мы с вами можем увидеть в журнале оценок это задание, которое также необходимо нам проверить и настроить журнал оценок после создания курса. Журнал оценок находится вот здесь. Видите, наше задание появилось в журнале оценок. Максимальная оценка 100 баллов. И также здесь мы видим итоговую оценку за курс. Moodle сам будет рассчитывать оценку по каждому студенту. Но нам необходимо это соответствующим образом настроить. О том, как настроить журнал оценок, будет другое видео, поэтому следите за каналом. А сейчас мы возвращаемся к нашему курсу. И добавим еще один элемент курса, например, где студенты смогут взаимодействовать. Этот элемент курса будет у нас называться «Форум». Здесь студенты могут писать разные сообщения, отвечать на вопросы и участвовать в теме форума, который мы задаем для них. Также форум можно оценивать. Вот есть здесь вкладка «Оценивание». Вот метод расчета. Оценивается или не оценивается. Здесь тоже можно это выставить. Давайте дадим название форуму. Сделаем здесь описание. Пожалуйста, оцените первую тему. Обображаем описание. Это у нас стандартный форум для общих обсуждений. Таким образом, все участники курса могут принимать обсуждения в этом форуме. Здесь есть и другие настройки, которые можно попробовать, можно выбирать в зависимости от ваших целей для этого курса. И, как я уже сказал, этот форум можно оценивать, а можно и не оценивать. Это зависит, опять-таки, от вашего желания. Если вы будете оценивать, автоматически ваши настройки отображаются в журнале настройки оценок этого курса. Сохранить и вернуться к курсу. Таким образом происходит формирование курса Moodle. Если вам понравился этот ролик, пишите комментарии, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И до встречи в новых видео на моем канале. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!